ФИЛОСОФИЯ Форма познания наиболее общих законов развития природы, общества и мышления. Не следует путать с историей философии. Философия с древнегреческого «философия» – дословно «любомудрия», «любовь к мудрости». Особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах реальности бытия, а также бытия человека, об отношении человека и окружающего его мира. Скульптуры мыслителей на французском «Le Penseur» Огюста Родена, которые часто используются в качестве символа и философии. Буддийский философ Хуэй Кэ в «Размышлениях», гравюра китайского художника Ши Кэ, X век. А еще тут каждый человек хотя бы изредка занимается философией. Картина Алмейды Жуниора «Девушка с книгой», XIX век. К задачам философии на протяжении веков относились как изучение всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и ценностей. К числу предельных философских вопросов относятся, например, вопросы «Познаваем ли мир? Существует ли Бог? Что такое истина? Что такое хорошо? Что есть человек? Что первично, материя или сознание? В чем смысл жизни?» и другие. Философия существует в виде различных областей и направлений, которые могут противостоять и дополнять друг друга. Сейчас к философии относят метафизику, эпистемологию, глогику, этику, эстетику, социальную и политическую философию и философию науки. Те области познания, для которых удается выработать ясную и работоспособную методологическую парадигму, выделяются из философии в научные дисциплины, как, например, из древней философии выделились физика, биология и психология. История термина. Слово «философия» заимствовано у древнегреческих философов. Известный филолог и историк античности Герман Дильс указывает, что самое раннее употребление существительного философия и глагола «философео», дошедших до нас в текстах, встречается у историков Геродота и Фукидида. В связи с существительными «софос» и «софео», не знаю, как это читается, «софео». Только у Сократа это слово превращается в специальный термин в значении, близком к современному. Хотя иногда философию определяют более узко в качестве науки с определенным предметом изучения, такой подход встречает возражения современных философов, настаивающих на том, что философия представляет собой, скорее мировоззрение, общий критический подход к познанию всего сущего, который применим к любому объекту или концепции. В этом смысле каждый человек хотя бы изредка занимается философией, то есть размышляет. Сущность философии. Здесь схема философии по Франку С.Л. Семену Людвиговичу Франку. Философия, теоретическая философия подразделяется на гносиологию и антологию. Философия подразделяется на теоретическую и практическую. В практической это независимые от антологии, натуралистической, идеалистической, конкретно антологической. Потом принадлежащие к теоретической гносиологии подразделяются на проблему знания, реализм, идеализм и методологию знания, эмпиризм, рационализм. А антология подразделяется на учение о субстанции и отношения, неизменная изменчивость, закономерность, причинность, целесообразность. И учение о субстанции, в свою очередь, подразделяется на количественное, монизм, плюрализм, качественное, материализм, спиритуализм. «Все другие науки более необходимы, чем она, но лучше нет ни одной», – Аристотель сказал, метафизика. Социализированный человек в норме обладает сложившимся жизненно-практическим миропониманием. Как правило, оно складывается стихийно, опираясь на опыт предыдущих поколений. Однако человек в своей жизни может столкнуться с проблемами, с которыми его мировоззрение не справляется. Для их решения, как на уровне человека, так и на уровне общества, может потребоваться более высокий критико-рефлексивный уровень отношения к миру. На этом уровне находится философия. Точное определение философии является само по себе открытым философским вопросом. Это связано с тем, что и предмет изучения в философии конкретно не определён. Философия рассматривает всё, что может быть проблематизировано, в том числе и саму методологию познания в рамках эпистемологии, в рамках учений разных философских школ, образовавшихся за время существования философии, можно дать разные определения того, что есть философия. Поэтому в определённом смысле определение философии зависит от эпохи. С другой стороны, у философии существует важный объединяющий принцип. Любое философское рассуждение, какими бы неожиданными ни были его посылки, тем не менее строится рационально, осмысленно, в соответствии с некими принципами мышления, как пример – логикой. «Рациональность рассуждения отличает философское мышление от мифологического мышления или ирелигиозного мышления, в котором подразумевается супранатурализм и сверхъестественное, то есть иррациональное. Это, однако, не означает, что философия не допускает сосуществования, например, с религией. Напротив, распространены ситуации, когда какая-нибудь религия принималась в качестве предпосылки философской системы, и рациональный философский аппарат использовался далее для развития тех областей знания, которые не были покрыты каноном этой религии. Например, древнеиндийская философия истолковывала веды, а средневековые философы Европы, блаженный Августин, Фома Аквинский и другие истолковывали Библию. Распространены также случаи, когда философское мышление использовалось для попыток доказать справедливость какой-нибудь религии или же в более общем смысле доказать существование Бога. Например, апологеты старались рационально обосновать христианство. Помимо логики, еще один прием философского мышления обеспечивает целостность философии. Каждое новое течение философии, новая идея или новая философская школа соотносит себя с предшествующими философскими концепциями, предоставляя критический анализ этих концепций в рамках своей новой парадигмы. Например, знаменитая работа Эммануила Канта «Критика чистого разума» содержит критический анализ концепции рационализма и эмпиризма. Таким образом, логика и критический анализ являются столпами философского мышления и обеспечивают целостность философии. Вместе с этим расплывчатость определения философии является ее характерной особенностью и отделяет философию от наук. Если философам в какой-либо области удается совершить прорыв, обнаружив эффективную методологию познания, которая может быть усвоена без привлечения философии, то эта область обычно отделяется от философии в самостоятельную дисциплину. Так, успешное применение научного метода познания к различным классам природных объектов окончательно отделила от философии часть натур философии, которая впоследствии распалась на вереницу естественных наук. Например, Исаак Ньютон написал свою фундаментальную работу «Математические начала натуральной философии», будучи по его собственным представлениям философом, а в настоящее время известен как физик и математик. Вся англоязычная наука до сих пор сохраняет следы своего родства с философией. Например, в том, что во всех ее дисциплинах высшая ученая степень носит название «доктор философии». По мнению Ленина, высказанному в его труде «Материализм и эмпириокритицизм», за гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партии философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов современного общества. Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися партиями, по сути дела, являются материализм и идеализм. Разделы философии. На каком это языке? Тут классическое разделение философии на предметы, дополненные современными разделами. Дальнейшая конкретизация определения философии переходит к описанию ее различных отделов. Философия подразделяется по двум основным измерениям по предметам изучения и по типам, то есть по различным школам и концепциям. Первое измерение выделяет области применения философии. Разумеется, провести такое деление можно по-разному. Одной из наиболее крупных таких сегментаций является разделение философии на метафизику, вопросы бытия, существования, эпистемологию, вопросы познания и аксиологию, вопросы ценностей и морали. Иначе в более классическом варианте помимо трех областей, перечисленных выше, в отдельные предметы выделяются также логика, совершенствование рационального философского аппарата и история философии, критический анализ философских концепций прошлого. К Аристотелю восходит разделение философии на теоретическую, практическую и поэтическую, творческую. Второе измерение выделяет различные философские школы и методологии. Наиболее крупным таким разделением является, например, выделение в отдельный сегмент всей западной философии, то есть совокупности античной философии и всех философских школ и направлений, впоследствии возникших в Западной Европе и в США, включая, например, немецкую классическую философию, французскую философию и другие. Исторически, вследствие языковых и пространственных барьеров, различные философские школы оказывались локализованными внутри конкретных стран и народов, как, например, древнегреческая философия, китайская философия или немецкая философия. Начиная с XVII века с постепенным развитием глобализации, национальные и географические различия стали играть меньшую роль, и различные философские течения, становясь интернациональными, стали получать названия непривязанные к географии и к культуре, как, например, марксизм, экзистенциализм и другие. Вместе с этим на сегодняшний день сохраняются некоторые культурно-языковые различия, формирующие различные философские направления. Одним из важнейших таких разделений является разделение современной философии на континентальную философию, включающую в себя главным образом работы французских и немецких современных философов и аналитическую философию, которая преимущественно развивается в англоязычных странах. Начиная с античности, философия получает универсальное значение особого жизненного пути. Принадлежность к разным философским школам требует от адептов приверженности разным жизненным стилям. предмет изучения логика. Есть основная статья отдельно логика и еще отдельно силогизм, логика высказывания, логика первого порядка, логика второго порядка. Продолжаем основную статью по философии. Поскольку философия состоит из рациональных рассуждений, логика является первичным атрибутом философии. Для анализа различных философских концепций, для их сопоставления друг с другом, необходимо проведение критического анализа различных философских утверждений и теорий. В связи с тем, что человеческое мышление формируется текстуально, логика тесно связана с анализом текстов и языков. Логика формализует текстуальное рассуждение и определяет его формы, которые приемлемы для анализа. Первым шагом к логической формализации рассуждения послужило выявление силогизмов или рассуждений вида, например, следующего. Все животные смертны, слон – это животные, ну и под общим знаменателем слон смертен. Соответственно, корректное использование силогизмов открывает дорогу для доказательных рассуждений философии, в математике, в естественных науках или для формализации дедуктивного мышления. При всей своей кажущейся простоте выделение силогизмов из обычной человеческой речи произошло не сразу и не везде. Выделение силогизмов как способа доказательства способствовало сочетании философии и математики, распространенная в Древней Греции. Первое формальное изложение понятия силогизма и простейшей логической системы было сделано Аристотелем. Логика Аристотеля оставалась неизменной две тысячи лет до начала XX века. Когда исследования в математике и аналитической философии открыли дорогу для развития логики, была формализована логика первого порядка или логика предикатов, которая к настоящему моменту хорошо изучена. Однако, как оказалось, для полного анализа философской аргументации, а тем более естественной человеческой речи, требуется применение модальной логики и логик более высоких порядков, в частности, логики второго порядка. Кроме этого, взаимосвязь формального символического языка и естественной речи исследуют логическая семантика и семиотика. Эти дисциплины в совокупности с модальной логикой более высоких порядков продолжают оставаться областью активных междисциплинарных исследований. Современная логика состоит из нетривиальных, глубоко математических концепций, которые изучаются философами, математиками, лингвистами, а в последнее время еще и программистами и специалистами в области теории решений и искусственного интеллекта. Логика таким образом является как одной из самых древних, так и одной из самых современных дисциплин. Теоретическая философия, метафизика, средневековый философ, заглядывающий за завесу небес, гравюра из книги Фламариона 1888. Метафизика отдельная статья и антология есть отдельная статья. Метафизика представляет собой самый абстрактный раздел философии, изучающий наиболее фундаментальные так называемые вечные вопросы, связанные с реальностью. Среди этих фундаментальных вопросов в отдельный класс выделяются вопросы, связанные с бытием. И эта часть метафизики называется антология. К вопросам бытия в первую очередь относятся такие. Что в действительности существует? Что означает существование? Что делает существование возможным? Более прикладные вопросы бытия включают в себя почему существует мир? Существует только один мир? Что такое пространство? Что такое время? другие. Хотя понятия антология и метафизика иногда используются как синонимы, существуют классы метафизических вопросов, которые не связаны с бытием напрямую. К таким проблемам относятся вопросы взаимоотношения между целым и частями, вопросы взаимосвязи между причинами и следствиями, вопросы, связанные со свободой воли и другими. Такие вопросы скорее относятся к метафизике, но обычно не к антологии. Нередко философская система строится вокруг определенного догмата, который она пытается рационализировать. Например, в рамках христианской философии, исламской философии предпринимались попытки доказать существование Бога. Раздел антологии, который стремится таким образом рационализировать религию называется рациональной или естественной теологии. Аналогично рациональной психологии называется часть антологии, которая выстраивается вокруг убеждения в существовании души отдельно от материального мира. В более общем случае рационализация любой космологии называется рациональной космологии. Некоторые философские течения в 20 веке поставили под сомнение необходимость занятия чистой метафизикой. Например, с точки зрения позитивистов, в особенности логических позитивистов, а также с точки зрения многих представителей естественных наук, изучать имеет смысл лишь те вопросы, для которых выполняются критерии верификации. Большинство вечных вопросов такому критерию не удовлетворяет и, следовательно, в чистом виде их рассмотрение бессмысленно. С другой стороны, постструктуралисты, имеющие прямо противоположные представления о науке и верификации, также критикуют осмысленность метафизики, продолжая традицию Хайдегера и Ницше, считая и метафизику, и философию целиком, и естественные науки лишь временной аберрации западного сознания. Такой сильный разброс позиций критиков оставляет метафизике широкое пространство для маневра, и в целом в течение последних ста лет интерес к метафизике нарастает. Метафизические исследования идут внутри разных областей философии, например, внутри философии науки, философии языка, философии культуры. Современная метафизика представляет собой высоко специализированную дисциплину, в которой с использованием логики высоких порядков происходят попытки отделения от вечных вопросов каких-либо разрешимых частей. Философия природы и теория познания Теоретическая философия включает в себя познание природы и познание самого познания. К первой категории традиционно относится натурфилософия, однако значительная ее часть в 17-18 веках с концептуализацией научного метода выделилась из философии в естественные науки физику, химию, астрономию, биологию. Тем не менее, часть природы, связанной с природой самого человека, по-прежнему остается в рамках философских исследований, так как ясной парадигмы подхода к этим вопросам в настоящее время не существует. Поэтому философия сознания, философия языка и семиотика в качестве дисциплин философии продолжают поиск понимания процессов, происходящих в человеческом мозге и связанных с человеческим мышлением, которое главным образом выражает себя посредством естественных языков. Вторая категория разделов теоретической философии изучает сам процесс познания. Главной областью философии, которая задается вопросом «Как мы что-либо знаем? и действительно ли мы это знаем?» является эпистемология, иногда еще называющаяся гносеологией. В настоящее время ее основным разделом сосредоточившим основную исследовательскую деятельность является философия науки, которая анализирует практику научного метода и пытается ответить на вопросы «Как именно работает научный метод? Можно ли формализовать научный метод? Действительно ли работает научный метод?» Основные положения философии науки в рамках континентальной философии в настоящий момент сильно разнятся с аналогичными положениями в рамках аналитической философии. Философия науки, в свою очередь, разделяется на философию математики, философию физики, философию биологии, философию экономики и прочее. Еще одним важным аспектом изучения самого процесса познания является изучение самой философии. Одним из отличий философии от типичной науки является возможность выхода в метапозицию по отношению к себе же. Дисциплина метафилософии изучает саму философию со стороны. Важнейшей и более разработанной дисциплиной такого рода является метаэтика, которая занимает стороннюю позицию относительно этики. Практическая философия, аксиология. Что за картинка? Пари нирвана, высшее счастье с точки зрения буддийской философии. Современная картина в храме провинции Утарадзит, Таиланд. Практическая философия фактически представляет собой различные аспекты этики. Этика в самом широком смысле в первую очередь исследует место человека в мире, пытается ответить на вопросы «что такое человеческое счастье?» и каким образом оно достижимо? Этика исследует вопросы добра и зла, понятия справедливости, ищет смысл в жизни человека. Из этой общей задачи выделяются более конкретные дисциплины. Поэтическая философия исследует различные существующие политические системы и изобретает новые. Философия права исследует в самом широком смысле последствия тех или иных законодательных принципов. философия истории изучает историю на предмет выявления в ней каких-либо общих принципов, которые можно было бы использовать для совершенствования мира. Наконец, эстетика стремится понять, что такое прекрасное. Более частные дисциплины включают в себя аксиологию, выработку базовых человеческих ценностей, философию религии, изучение религий по отношению к человеку, философию техники, анализ влияния технического прогресса на человечество, философию образования, вопросы совершенствования образования и так далее. В некоторых уголках земного шара практическая философия развивалась значительно раньше, чем теоретическая философия, метафизика или логика. Например, древнекитайская философия почти целиком изучала только вопросы этики и политической философии. При возникновении собственной философии в России интерес русских мыслителей также касался в первую очередь практической философии. История философии зарождение философии зарождение философии формирование рационального философского мышления началось примерно одновременно в 7-6 веках до нашей эры на разных концах земного шара в Китае в Индии и в средиземноморских греческих колониях. Возможно, что другие цивилизации этого или более раннего периода уже практиковали философское мышление, однако их философские работы остаются неизвестными. Отдельные исследователи нефилософы иногда причисляют к древнейшей философии сборники пословиц и афоризмов, оставшиеся от цивилизаций древнего Египта и Месопотамии, однако такое включение не поддерживается философской литературе. Вместе с этим культурное влияние этих цивилизаций на греческую цивилизацию в целом и в частности на мировоззрение ранних греческих философов несомненно, однако не оно послужило зарождению самостоятельной философской древнегреческой мысли. Занимавшийся проблемой возникновения философии Чанышев Арсений Николаевич выделяет три ее источника мифологию, науку и обобщение обыденного сознания. Общим элементом возникновения и развития философии явилось формирование философских школ, состоящих из последователей определенного учения, причем во всех регионах вклад последователей зачастую приписывался основателю школы или школе в целом. Становление индийской философии и греческой философии проходило по схожей схеме, однако индийская философия развивалась значительно медленнее. Китайская философия, развитие которой сдерживал консерватизм общественно-политического устройства общества, развивалась в целом еще медленнее. Хорошо проработанными ее областями стали только этика и политическая философия. Древнегреческая философия, ранняя греческая философия. Греческая философия берет свое начало в VI веке до н.э. Корни западной философии, истоки рационального мышления и само возникновение слова философия связаны с несколькими мыслителями и их школами, которые появились в Греции в этот период. Собирательно все эти философы именуются досократиками, то есть предшествующими Сократу и в теоретическом, и во временном смысле временном. Среди самых известных досократиков Фалес, Демокрит, Пифагор и Зенон досократики ставили перед собой метафизические вопросы вида «что такое бытие? Существует ли в реальности границы между объектами? Или меняются ли объекты в реальности, а также создали несколько противоречащих друг другу моделей мира, частично отвечающих на эти вопросы? Главная ценность этих моделей заключалась в новом способе получения знания – рациональное теоретизирование в связке с эмпирическими наблюдениями. Фалес был первым из философов, который использовал редукционизм, попытался выделить внутри сложного окружающего мира какие-либо простые законы или составляющие. Этот метод был в течение следующих двухсот лет повторен многими из досократиков, в частности Демокритом и Левкипом, авторами концепции атомизма, которая оказалась очень ценной философской, а впоследствии и научной концепции, применяемой и по сей день. Заслуга досократиков также заключается в совершенствовании логики, которая ими отрабатывалась не только на философском, но и на математическом материале. Не случайно многие достижения элементарной математики и геометрии тоже связаны с именами досократиков. Досократики заложили основу классической античной философии. Пифагор был первым, кто начал использовать слово философия, хотя еще в более общем смысле, а не в качестве термина. Более поздняя группа древнегреческих философов софисты проявляла скептицизм в отношении досократиков, искавших истинные ответы на свои вопросы. Софисты верили в релятивизм, в относительность истины и брались красноречиво и убедительно отстаивать любую точку зрения, а также обучали этому своих учеников. Хотя софисты многократно критиковались более поздними греческими философами, они внесли ценный вклад в развитие логики и риторики. Философия в последующие этапы своего развития неоднократно возвращалась к релятивизму в других контекстах. Классическая греческая философия. Картинка такая Платон и Аристотель фрагмент фрески Рафаэля Афинская школа Ватиканский дворец. Платон слева указывает на небо как на источник знаний согласно своей теории идей, а Аристотель справа указывает на землю, демонстрируя свою приверженность получению знаний эмпирическим путем. Классическая греческая философия оказала огромное влияние на мировую культуру. Эта философия в основном связана с именами трех людей Сократа, его ученика Платона и в свою очередь ученика Платона Аристотеля. Вклад Сократа в основном связан с его методом, который заключался в представлении философского вопроса в виде диалога двух сначала не соглашающихся друг с другом философов, один из которых в конце концов исчерпав аргументы против, соглашается со своим оппонентом. Метод Сократа являлся прелюдией к формальному критическому анализу иной философской концепции и использовался Платоном, который публиковал свои сочинения в виде диалогов. В свою очередь Платон и Аристотель оказались в числе самых влиятельных людей на Земле. Основная заслуга Платона заключается в его теории идей, которая сформулировала в его самом известном диалоге государство. В теории идей Платон противопоставляет материальные объекты идеальным формам или идеям этих объектов, которые существуют где-то в возвышенном мире. В философии Платона материальные объекты лишь ущербные подобия идеальных форм, не спосланных свыше, подобно теням реальных объектов из мифа о пещере. Таким образом, Платон сформировал важнейшее направление философии, которое позже назовут идеализмом. Богатство идей, изложенных в трудах Платона в совокупности с формированием направления идеализма, сделали философию Платона настолько значительной, что один из философов XX века Альфред Уайтхед даже назвал всю остальную западную философию чередой примечаний к Платону. Философия Платона получила название платонизм и несколько веков развивалась как самостоятельное направление, перейдя впоследствии в неоплатонизм. Заслуги Аристотеля перед мировой культурой носят несколько иной характер. Аристотель систематизировал накупленные в Греции философские знания в новой форме, которая заложила стандарты научной литературе. Его труды включали последовательное изложение логики, метафизики, этики, риторики, а также греческой натурфилософии, космологии, физики, зоологии и других. Работы Аристотеля явились квинтэссенции греческой философии, появившейся на закате древнегреческой цивилизации и стали стандартом в некоторых областях знаний на века, а в некоторых на тысячелетия. Аристотель ввел в обращение сопутствующую терминологию, которая впоследствии вошла почти во все языки, включающая такие понятия, категория, определение, дефиниция, силогизм, посылка и вывод, субстанция, вид и род, аналитически, диалектика и другие. Аристотель многие века пользовался незыблемым авторитетом и в Европе, и на Ближнем Востоке, где его называли просто учитель. Параллельно систематизации материала Аристотель изложил свою собственную философскую парадигму, выраженную в частности в учении о четырех причинах и теории универсалий, которая отличалась от философии Платона большей привязкой к материальному миру. В частности, универсалии Аристотеля порождались самими материальными объектами, в отличие от идей Платона, неиспосланных свыше. Аристотель полагал, что знания можно получить с помощью наблюдений и опыта, а Платон вслед за Сократом считал, что все знания уже существуют, и человек их вспоминает, а не приобретает. Философия Аристотеля получила название аристотелизма и многие века практиковалась в Европе и на Ближнем Востоке. Эллинистическая философия После Платона и Аристотеля в Греции, а затем в Римской империи продолжали свое развитие несколько философских школ и течений, основанных на греческой философии, включая неопифагореизм, платонизм, а также перепатетиков, продолжающих философию Аристотеля. Скептики выражали и развивали идеи софистов о невозможности приобретения истинных знаний о мире. Среди новых течений этого периода выделялся стоицизм, этическая концепция, схожая с китайским даосизмом, отождествляющая источник гармонии в мире с понятием естественного порядка вещей и, соответственно, рекомендующая стоически переносить все повороты судьбы. Наконец, еще одним важным течением этого периода стал неоплатонизм. Известный философ этого периода идеолог неоплатонизма Платин 3 век нашей эры возражал против антропоморфности Бога, утверждая, что таким образом у Бога, который должен быть всемогущим, в результате человекоподобия появлялись бы границы возможностей. Как следствие, в неоплатонизме происходит сближение между монотеистическим всемогущим Богом и миром идей или форм Платона, что сделало возможным частичную интеграцию идей Платона в христианство и другие монотеистические религии. Древнеиндийская философия картинка такая, статуя Будды Гандхара 1 век нашей эры. Древнеиндийская философия зародилась из традиций толкования вед, древнейших текстов традиций индуизма. Время зарождения индийской философии не бесспорно. Часть исследователей соотносят начало древнеиндийской философии с восьмым-шестым веками до нашей эры с написанием Упанишад раннего сборника комментариев к ведам, считая Упанишады уже философским произведением. Более консервативный подход относит начало собственно философии в Индии к пятому-четвертому векам до нашей эры, к так называемому шараманскому периоду. В этот период странствующие монахи шараманы стали подвергать сомнению авторитет вед, что спровоцировало религиозную полемику и привело к возникновению различных философских течений. Среди наиболее известных критиков индуизма выделяются в первую очередь Будда, а также его современник Аджита Кесакамбала, в наследии которого прослеживается материализм. Выраженный еще более отчетливо, чем у Демокрита и Пакутха Качаяна, учивший своих последователей редукционизму и реализму, который впоследствии стал свойственен многим древнеиндийским философам. В древнеиндийской традиции прослеживается течение софистов локаята, полемическая традиция которых способствовала появлению множества философских кружков. В дальнейшем, 4 век до нашей эры, 2 век нашей эры, в Индии формируются даршаны, философские школы, которые разбиваются на те, которые считают веды авторитетом и на те, которые отрицают их авторитет. К первой группе относятся в первую очередь шесть классических школ философии индуизма Санхья, Йога, Ньяя, Вайшешика, Миманса и Веданта. Ко второй группе относятся локаята, школы раннего буддизма, школа джайнизма и другие. Характерной общей особенностью индийской философии была приверженность многих школ ярко выраженному реализму в сочетании с интересом к эпистемологии, к достоверности средств познания. Древнеиндийская философия в своем становлении проходила те же первые этапы, что и греческая, однако происходило это значительно медленнее, что предположительно может быть связано с тем, что логика рассуждений индийских философов была привязана к лингвистике, а не к математике, как у до-сократиков. Древнеиндийский силогизм обычно состоял из пяти и более ступеней против классических трех ступеней, и рассуждения рассматривались как стратегии убеждения, а не как доказательства. Древнеиндийская философия проработала многие вопросы логики, ввела понятие собственно философии, а в некоторых аспектах раннего буддизма приступила к проработке философских вопросов, которым европейская философия подошла только к периоду нового времени. Вместе с этим в Индии логика философского рассуждения не достигла уровня Аристотеля вплоть до начала XX века. И в Индии даже в традициях развитого буддизма не были созданы тексты, аналогичные платоновским и аристотелевским, которые могли бы стать ядром более зрелых философских школ, аналогичных античным школам. И таким образом индийская философия прошла приблизительно лишь половину пути пройденного древнегреческой философии. Последующее в Индии доминирование уже канонизированных буддизма и джайнизма возможно послужило причиной значительного снижения разнообразия школ индийской философии и сказалось на темпах ее развития. Древнекитайская философия Конфуций гравюра Удао Цзи период династии Тан Лао Цзи гравюра Джан Лу период династии Мин Хотя китайские классические тексты описывают период ста философских школ которым приписывается зарождение философии в Китае исторические и лингвистические данные свидетельствуют о том что в реальности этих школ было значительно меньше причем учение Конфуция возникло первым в шестом пятом веках до нашей эры а остальные школы самые известные из которых даосизм и легизм зарождались и развивались формулируя свои учения уже по отношению к конфуцианству в частности тексты легендарного основателя даосизма Лао Цзи возникли после Конфуция отличительной особенностью китайской философии является абсолютное преобладание в ней практической философии в особенности этики и политической философии китайские философы в первую очередь задавались вопросами каким должен быть идеальный гражданин и идеальный правитель что требуется для поддержания гармонии и порядка в государстве и обществе а полемика между различными школами вращалась вокруг истинного источника гармонии в мире и обществе по большому счету это связано с одной стороны с тем что китайское общество этого периода только что пережило ряд политических потрясений и старалось переосмыслить политическую конфигурацию государства а с другой стороны с тем что грамотность а как следствие и возможность заниматься философией находилась в Китае в зависимости от строгой иерархии общества философы таким образом оказывались приближенными к политикам и чиновникам но изолированными от других слоев общества изолированными в период становления китайской философии ряд философских школ ставили вопросы метафизики эпистемологии и натур философии что в особенности относится к моистам и иньян дзя однако серьезного продолжения эта работа не получила с одной стороны философы в Китае подверглись серьезным гонениям но с другой стороны в Китае возобладала философия конфуция которая уделяла наибольшее внимание вопросам этики а в вопросах бытия опиралась на традиционную китайскую мифологию причем постулировала наилучшим источником знания древние тексты более того в период династии Хань с 3 века до нашей эры конфуцианству был предан де-факто статус религии а философия в Китае была вынуждена развиваться относительно конфуцианского канона мировая философия в четвертом шестнадцатом веках относительно прошедшего и последующих периодов развития философии в мире четвертого шестнадцатого веков происходило медленно в Европе и на Ближнем Востоке это было отчасти связано с канонизацией текстов Аристотеля и Платона а отчасти с доминированием в этих регионах монотеистических религий формула католического монаха одиннадцатого века Петра Дамиани философия есть служанка теологии стала крылатой среди современных характеристик развития философии этого периода подчеркивая очень узкие рамки возможного философского новаторства в Индии развитие философской мысли никогда не происходило высокими темпами а широкое распространение буддизма к концу третьего века нашей эры негативно повлияло на разнообразие философских концепций наконец в Китае развитию философии мешали гонения на философов распространение буддизма и канонизации текстов Конфуция по большому счету на срок превышающий целые тысячелетия философия огромного пространства цивилизованного мира цивилизованного мира от тысячелетия философия огромного пространства цивилизованного мира оказалась под практически полным влиянием мировоззрений всего шести персоналей Платона Аристотеля Конфуция Будды Мухаммеда и Христа Характерно также что и философия Европы и философия Китая проделали в этот период своеобразный круг европейская философия оттолкнувшись от античной философии надолго приросла к христианской теологии только затем чтобы вернуться обратно к античной философии в эпоху возрождения аналогично философия Китая еще быстрее возвращается к конфуцианству после многовекового увлечения буддизмом в Индии же в этот период философия просто очень медленно прогрессирует почти не изменившись со времен своего эпического периода 2 века до нашей эры 2 века нашей эры христианская философия философия в регионах где практиковалась христианства развивалась медленно в связи с тем что была подчинена определенной доктрине первоначальный период христианской философии до 4 века характеризуется попытками рационально обосновать христианство придать ему дополнительный вес этот период философии называется патристикой а его наиболее яркой фигурой считается блаженный Августин который провел интеграцию неоплатонизма и христианства устранив из неоплатонизма все что противоречило Библии более поздний период христианской философии называется схоластикой которая характеризуется формированием философских школ предцерковных организациях которые выполняли различные поручения церкви самым известным философом этого периода является Фома Аквинский который выполняя такое поручение объединил христианство с аристотилизмом философия Фомы Аквинского по сей день является официальной философией католической церкви преподаваемой в ее колледжах и семинариях Фома Аквинский также известен своими пятью доказательствами существования Бога философия на Ближнем Востоке картина Сократ с учениками в представлении Сильджукского иллюстраторов к переводу Платона 13 век зарождение исламской философии относится к восьмому девятому векам один из первых да восьмой девятым один из первых известных философов ислама Аль Кинди познакомился с трудами Аристотеля и Платона дал неоплатоническое определение Аллаха как абсолютного и трансцендентного сущего сущего а затем стал приверженцем аристотелизма попытки одновременной интеграции в ислам и неоплатонизма и аристотелизма были и то и другое короче были характерны для последователей Аль Кинди среди которых наиболее известными были Авицена и Ибн Рушд работы Аристотеля лучше сохранились в арабских переводах на востоке чем в средневековой Европе и некоторые трактаты сохранились благодаря переводам с арабского на латынь Одной из основных проблем исламской философии растянувшейся на несколько веков было противостояние между каноном ислама и мистическими исламскими сектами Многие исламские философы предпринимали попытки рационально поддержать канон однако основное мистическое направление суфизм к XIII веку выделилось в отдельное направление ислама суфизм во многом приближается к неоплатонизму и содержит элементы теософии наконец в XVI веке персидский философ Мулла Садра провел интеграцию аристотилизма неоплатонизма и ислама и его философия стала наиболее влиятельной концепцией в исламе вплоть до настоящего времени становление философии иудаизма проходило с одной стороны под влиянием исламской философии а с другой стороны под влиянием аристотилизма и неоплатонизма несколько мыслителей из последователей иудаизма попытались адаптировать эти концепции к иудаизму включая Саадья бен Йосефа который предпринял попытку создать еврейский калам по аналогии с исламскими каламами и маймонидами ой маймонида философия в Индии и на Дальнем Востоке развитие философии в Индии всегда происходило относительно медленно усугубляющим фактором стало широкое распространение к третьему веку нашей эры в Индии буддизма в концепциях которого не приветствуются категоричные ответы на поставленные вопросы что отрицательно сказывалось на развитии философской логики однако вторжение в Индию мусульман в восьмом веке и ренессанс индуизма в тринадцатом веке обострили как теологические так и философские дискуссии и к шестнадцатому веку в Индии насчитывалось уже около шестисот текстов которые можно считать философскими прослеживаются параллели в обсуждаемых философских вопросах и вариантов ответов на них между философами Индии и их современниками из Европы христианскими философами схоластами распространение буддизма в Китае в третьем пятом веках привело к появлению отдельной китайской ветви ветви буддизма чань буддизма которая сочетала в себе близкие философии одной из традиционных индийских буддийских школ Махаяны и китайского даосизма именно чань буддизм распространяется в Японию в Корею во Вьетнам и в другие страны Дальнего Востока где получает название дзен буддизм в Японии комбинация конфуцианства и дзен буддизма ложится в основу философии самураев буддизм принес в Китай намного более развитый логический и категориальный аппарат чем тот каким пользовались древнекитайские философы однако к 11 веку влияние философии буддизма в Китае снижается и наблюдается возврат к слегка модифицированному конфуцианству которое получает название неоконфуцианства философия эпохи возрождения основой философии возрождения явился гуманизм уходящая корнями корнями в итальянский прото-ренессанс концепция ставящая человека в центр философской системы мир человек гуманисты которые не были профессиональными философами получающими ученые степени в европейских католических университетах полагали что философия не может обслуживать только божественное а должна интересоваться делами земными прежде всего человеком вместе с этим гуманисты не столько создавали собственную философию сколько выступая против схоластизированного Аристотеля закрепленного католической церковью в качестве единственного авторитета предлагали вернуться к неоплатонизму и к другим античным философским течениям в числе первых известных философов гуманистов были Николай Кузанский и Мишель Монтейн поначалу гуманисты выступали именно против схоластики а не против церкви однако эволюция философской мысли возрождения в Европе быстро приходила в противоречие с христианским догматом стремительное развитие эстетики натур философии и науки связанное в частности с именами Микеланджело Леонардо да Винчи и Николая Коперника в сочетании с характерным для этой эпохи безнравственным поведением римских пап девальвировала авторитет католической церкви у большой прослойки интеллектуалов оставаясь верующими христианами многие интеллектуалы засомневались в авторитете Ватикана во многих уголках Европы начиналась реформация философы возрождения перестали доверять официальной церковной философии и стали искать другие источники знания обратившись в первую очередь к забытым философам античности философия нового времени наизображен перевод чернокнижья Конфуция на латынь Париж 1687 Начиная с 17 века происходит стремительное развитие философии и мир обогащается множеством новых философских концепций и подходов Священные тексты как основной источник знания отодвинуты в сторону и философы вновь возвращаются к базовым философским вопросам поднятым в древности В Европе начиная с эпохи Возрождения переведены и систематизированы все сохранившиеся работы античных философов и опираясь на античную философию философская мысль движется дальше Параллельно начинаются революционные преобразования в натур философии которые позже станут называться революцией в науке Фрэнсис Бекон четко формулирует идею эксперимента как источника знания а Галилео Галилей закладывает основу методологии которая станет фундаментом для всей науки методологии научного метода одновременно все заметнее становятся результаты глобализации и знания начинают свободно перемещаться по миру начинается взаимная интеграция разных философий Европа открывает для себя Индию и Китай во всей полноте а Индия и Китай Европу для западной философии столкновение с Китаем в первую очередь отразилось на этико-религиозных вопросах во-первых сам факт существования древней китайской цивилизации цивилизации неупомянутой в Библии которая хранила летописи со времен древнего всемирного потопа древнее всемирного потопа подорвал авторитет Библии во-вторых цивилизованность китайцев и их представление об этике восходящее Конфуцию поставили перед европейцами вопросы о связи между этикой и религией возникло получившее продолжение во французском просвещении идея естественной религии то есть религии не связанной со священными текстами философия Индии была интегрирована в западную философию главным образом начиная с публикации Артура Шопенгауэра французское просвещение в 13 ой 18 веке дело начатое гуманистами получило продолжение в развитии политической философии и этики во Франции французское государство этого периода было более репрессивным по сравнению с соседними Германии Голландии или Англии что спровоцировало аргументированный протест многих влиятельных французских философов которые подвергли сомнению авторитет и церкви и государства в вопросах этики и морали Монтескьо опубликовал несколько работ по политической философии где формально обосновал эффективность разделения властей существующего в Англии и описанного Джоном Локом Вольтер критиковал христианство а Жан-Жак Руссо в своей знаменитой работе об общественном договоре или принципы политического права развил идею общественного договора и изложил принципы прямой демократии демократии труды этих философов оказали большое влияние на общественно политическую жизнь они составляли основную часть идеологии французской революции а также легли в основу конституции США материализм и идеализм одним из ключевых вопросов философии является понимание характера взаимосвязи между нашим сознанием и окружающим миром две концепции возникшие на заре философии материализм и идеализм получают в новое время свои названия и формальное изложение и начинают дальнейшее развитие материализм прослеживающийся у атомистов до сократиков и в древнеиндийской локаятом в виде стройного изложения формулирует Томас Гоббс Джун Лок Лок заостряет внимание на том обстоятельстве что человек не столько непосредственно контактирует с окружающим миром сколько воспринимает его сквозь призму своих органов чувств Джордж Беркли занимает позицию идеализма он доводит аргументы Лока до абсолюта Человеческий мир состоит из его чувств и идей а не из материальных объектов Было также сформулировано несколько промежуточных концепций Рене Декарт в своей философии пытался объяснить сосуществование идеального и материального мира Его концепция которая близко подходила к теории идей Платона получила название дуализма С другой стороны Спино засчитал что весь мир состоит из первичной субстанции которая и есть Бог и которая формирует и материальные объекты и человеческое сознание с идеальными объектами Таким образом материальный и идеальный мир становились двумя проявлениями одной и той же сущности Наконец Лейбниц который ввел термин идеализм философию сформулировал на заре 18 века концепцию которая перекликается с современной физикой элементарных частиц Лейбниц считал что основой всех объектов являются не материальные атомы а монады частички активности или энергии эмпиризм и рационализм понимание того обстоятельства что Библия более не является надежным а тем более единственно верным источником знания послужило началом серьезной эпистемологической полемики откуда мы что-то знаем задавали себе вопрос философы нового времени и этот вопрос был актуален с античных времен до сократики в большинстве своем рационалисты полагали что мир можно постичь размышлением размышляя достаточно долго и правильно удается постигать настоящей и неопровержимой истины например что 2 плюс 2 равно 4 или теорему пифагора еще в античные времена рационалистам возражали скептики софисты глубокое исследование рационализма провел Рене Декарт который с помощью концепции злого демона существа которое может обманывать все органы чувств человека продемонстрировал что единственная частичка знания об окружающем мире которую можно добыть исключительно рациональным способом это я думаю значит я существую все остальные выводы могут оказаться ложными концепцию Декарта демонстрирует например популярный фильм Матрица Спиноза и Лейбниц придерживались рационалистических взглядов но Джон Лок и Джордж Беркли считали что все познание происходит лишь чувственно эмпирически наибольший вклад в развитие эмпиризма внес Дэвид Юм который в своих работах показывает что все человеческое знание основывается на обобщении наблюдаемых явлений строго говоря на индуктивном мышлении Юм развернуто сформулировал проблему индукции понимание того что индуктивное мышление в отличие от дедуктивного не несет в себе рациональной основы иными словами нет никаких рациональных оснований полагать что солнце взойдет завтра только потому что это случалось во все предыдущие наблюдаемые дни Эммануил Кант титульный лист первого издания критики чистого разума 1781 год по мнению многих Эммануил Кант оказался в числе тех философов которых ставят на один уровень с Платоном и Аристотелем его философские работы включающие одну из самых известных книг по философии критику чистого разума задали новые стандарты глубинного критического анализа философии философия Канта сначала как кантианство а впоследствии как неокантианство оказало существенное влияние на европейское философское мышление в критике чистого разума Кант обратился к проблеме рационализма и эмпиризма изложил свою критику прежних подходов и выдвинул свою концепцию познания объединяющую эмпиризм и рационализм вдохновленный коперниковской революцией в астрономии Кант намеревался совершить революцию философии Кант разделил предметы познания на феномены и вещи в себе на латинском ноумена утверждение о вещах в себе например бог существует по Канту нельзя проверить опытным путем Кант считал что человеку не даны в опыте такие предметы и поэтому он не в состоянии получить о них теоретическое знание с другой стороны согласно Канту человек используя разум концептуализирует данные чувств помещает их во время и пространство категоризирует придает феномену причинность таким образом познание у Канта не ограничивается чистым восприятием а представляет собой комбинацию эмпирического и рационального философия Канта подразумевает разрыв который еще нужно как-то преодолеть между действительными объектами которые во всей своей полноте есть вещи в себе и поэтому непостижимы а их явлениями в человеческом сознании которые концептуализированы через призму человеческого разума философия Канта оставляет открытым вопрос объективности познания так как категоризация и концептуализация феномена может быть субъективной этот вопрос лег в основу раскола в современной философии ее сегментации на континентальную философию и аналитическую философию Традиция континентальной философии на волне абсолютного идеализма Гегеля исходит из понимания мира как системы выражаемой концепциями и категориями в таком мире можно например усилиями воли с помощью различных в том числе рациональных рассуждений проводить рекатегоризации реконцептуализации или деконструкции порождая все новые и новые философские концепции Традиция аналитической философии поначалу продолжая философию британских эмперистов подразумевает поиск обратной связи между каждой выстроенной философской категоризацией и реальным миром Аналитическая философия таким образом уделяет большее внимание строгости логики рассуждения и частично приближается к дисциплинам использующим научный метод после кантовский немецкий идеализм преемники кантов Германии Фихте Шейлинг и Гегель развили философию в направлении абсолютного идеализма полностью отвергнув существование кантовских вещей в себе окружающий мир у Гегеля конкретное выражение категории абсолютной идеи послекантовский немецкий идеализм предложил рассматривать трансцендентальный субъект исторический и в качестве субъекта у Гегеля предстала история человечества в целом как некий объективный дух формы объективного духа суть развивающейся исторические формы культуры Гегель таким образом странсформировал трансцендентальный идеализм Канта в метафизический идеализм континентальная философия континентальная философия берет свое начало в концептуализациях которые стали возможны в рамках философии Канта и Гегеля первоначально термин континентальная философия подразумевал противопоставление аналитической тогда английской то есть островной философии и философии Франции и Германии которые были распространены на европейском континенте однако последователи течений быстро смешались географически и в настоящее время континентальную философию определяют набором относящихся к ней философских концепций эти концепции совершенно различны по своей сути и простираются от марксизма до постструктурализма однако их объединяет полная свобода концептуализации невозможная в пределах аналитической философии абсолютный идеализм гегеля подразумевает что мир состоит из категорий концепций структур не существующих в реальности а придуманных человеком поэтому становятся возможны любые рекатегоризации и деконструкции по какому-либо выбранному основанию например Ницше постулировал отсутствие моральных норм Маркс был убежден в своей гегемонии пролетариата а камю в абсурдности жизни хотя многие из представителей континентальной философии включая например Маркса или Кьеркегора критиковали Гегеля они тем не менее строили свою философию относительно Гегеля крупный сегмент современной континентальной философии включающие в себя как минимум герменевтику и постструктурализм относятся к философии постмодернизма Критика континентальной философии Многие критики указывают что направлением континентальной философии свойственен как моральный так и методологический релятивизм а как следствие отрыв от реальности окружающего мира например представители аналитической традиции философии критикуют континентальных философов за то что мысль каждого из направлений внутри континентальной философии вращается внутри себя без связи с окружающим миром что не дает возможности оценить ценность того или иного направления в общедисциплинарном контексте известный представитель аналитической школы философии Бертран Рассел указывал на моральный релятивизм континентального мышления который следуя гегелевской диалектике привел к разрушительным для общества цепочкам либеральной философской мысли Бентам Рикардо Маркс Сталин и Фихте Байрон Карлей Ницше Гитлер некоторые ученые также критикуют постмодернистскую континентальную школу за релятивизм и отсутствие каких-либо методологических рамок марксизм советское издание капитала самого фундаментального произведения Карла Маркса Один из последователей Гегеля Карл Маркс подхватил мысль о трансформации мира с помощью мысли и считал философию не столько инструментом понимания мира сколько средством его изменения суть марксистской философии сводилась к тому что идеальное общество не должно быть сегментировано на классы и это достижимо путем отмены частной собственности в особенности на средства производства отмена частной собственности должна была стать результатом классовой борьбы когда многочисленный пролетариат ощутит свою силу и победит в ходе революции буржуазию остановив свою диктатуру которая будет промежуточным этапом на пути к идеальному коммунистическому обществу попытка применения на деле положений теории Маркса была опробована в результате революции 1917 года в России однако общество власти трудящихся в России построить не удалось хотя почти все экономические прогнозы Маркса не сбылись его философские в особенности ранние работы представляют интерес для неомарксистов последователей умеренного марксизма в Европе 20-21 веков даже с учетом ошибочности ряда положений классического марксизма марксистская философия углубляет понимание процессов которые происходят в обществе необычность развития неомарксизма заключается в том что его последователи последовательно пытались совместить марксизм с другими модными теориями сразу после войны неомарксисты скомбинировали марксизм с фрейдизмом и приняли непосредственное участие в формировании франкфуртской школы в 1970-е годы неомарксисты сочетали философию маркса с модным в то время структурализмом а в 1980-е попытались адаптировать марксизм под пришедших к власти во многих странах консерваторов в настоящее время существуют гибриды марксизма и феминизма феминизма марксизма и постструктурализма и другие таким образом неомарксизм в настоящее время ищет себя в комбинации с разнообразием той самой буржуазной философии которую сам маркс в свое время решительно отвергал феноменология и герминевтика феноменология направлений философии 20 века основанная немецким философом Эдмундом Гусерлем в основе феноменологии лежит выдвинутая учителем Гусерля Францем Брентано идея интенциональности сознания феноменологии ставится задача выявления чистого сознания или сущности сознания с этой целью осуществляется так называемая феноменологическая редукция в результате чего любой предмет должен рассматриваться только как коррелят сознания задачей феноменологии является не изучение свойств предмета а исследование актов сознания в которых формируется спектр значений усматриваемых в предмете и его свойствах феноменологическая редукция включает в себя вынесение за скобки догматических установок сознания которые в рамках феноменологического исследования не должны иметь значения отталкиваясь от феноменологии Гусерля Мартин Хайдегер выдвинул идею герменевтической феноменологии в его концепции герменевтика из методологии гуманитарных наук превращается в учение о бытии предмет герменевтики понимание трактуется как фундаментальный способ человеческого бытия основой философской герменевтики герменевтики изложил ученик Хайдегера Ханс Георг Гадамер Гадамер в своей работе «Истина и метод» 1960-й вслед за Хайдегером Гадамер указал на связь герменевтики с языком условием понимания согласно Гадамеру является предпонимание предпосылка понимания которая определяется традицией связывающей историю и современность любая традиция тесно связана с языком выражается в нем с точки зрения философской герменевтики язык определяет человека оказываясь условием его познавательной деятельности нигилизм и анархизм ряд философов и писателей обращаясь к теме внутренних ценностей человека постулировали отсутствие каких-либо оснований для следования существующим моральным и культурным нормам что получило название нигилизм например основываясь на своем понимании буддизма нигилистическую картину мира нарисовал Шопенгауэр Шпенглер и Ницше видели распространение нигилизма в окружающей их европейской культуре Ницше считал нигилизм естественной логикой развития всей европейской культуры корни которой он видел в частности в христианском постулировании априорной греховности человека хотя Шпенглер и Ницше скорее концептуализировали нигилизм и его причины их самих часто причисляют к нигилистам сам термин нигилизм вероятно впервые возник в России где многие писатели например Тургенев неоднократно выводили образы нигилистов в художественной литературе положительно относились к нигилизму философы анархизма течение которое предполагает отказ от государственных и зачастую церковных институтов анархисты декларируют свободу человека первоочередной ценностью а все государственные институты рассматривают как препятствие идею анархизма можно проследить начиная с некоторых до сократиков включая Зенона первым современным философом который использовал термин анархизм и сформулировал его концепцию был французский политик Пьер Прудон философия анархизма получила развитие в России и два русских философа Михаил Бакунин и Петр Кропоткин считаются одними из главных идеологов анархизма в мире Экзистенциализм Экзистенциализм уходит корнями в критику отдельных аспектов философии Гегеля прозвучавшую со стороны Шопенгауэра и Керкегора это течение постулирует необходимость обратить философию в первую очередь на службу человека философия должна помогать людям выжить в сложном мире в этом аспекте экзистенциализм перекликается с прагмат с прагматицизмом прагматицизмом однако в отличие от прагматицизма экзистенциализм постулирует абсурдность мира и иррациональность человека которая находится в постоянном конфликте с этим миром а также наличие экзистенциального кризиса в результате люди испытывают ощущение внутренней пустоты и тревоги самый известный экзистенциалист двадцатого века Жан-Поль Сартер будучи атеистом полагал что отсутствие Бога обрекает человека на свободу на существование безопределенной цели и каждый человек должен самостоятельно и ответственно выбирать смысл своего существования и свою ценностную систему к экзистенциалистам относят многих писателей в чьих произведениях затронута проблематика внутренней пустоты и тревоги человека в первую очередь Камю Достоевского Кавку Беккета Семиотика и структурализм Собрание сочинений Сущура Семиотика это дисциплина которая выделяет знаки в окружающем мире и изучает их смысл и взаимосвязь элементы семиотики содержатся еще в работах Платона и Аристотеля современная семиотика возникла внутри аналитической традиции она была определена Джоном Локом а концептуализирована философом Чарльзом Пирсом однако в настоящее время наибольшее развитие получила семиотика континентальной традиции в определении лингвиста Фердинанда де Сущура как дисциплина изучающая роль знаков в общественной жизни Большая часть современных семиотических исследований ведется в рамках антропологии и лингвистики Структуралисты полагали что выделяя знаки в первую очередь в языке той или иной культуры можно выделить крупные и глубокие структуры Это направление исследований получило название структурализм и в основном связано с трудами Леви Стросса который использовал этот метод в своих антропологических исследованиях пост-структурализм понятие пост-структурализм главным образом связано с именами французских философов Жака де Рида Мишеля Фуко Жиле де Луза Жана Франсуа Леотаро и Жака Лакана название пост-структурализм подразумевает критику структурализма которая наиболее явно выражена в работах Де Рида философия пост-структурализма подразумевает что провести определительную и исчерпывающую интерпретацию текстов невозможно а следовательно структурная лингвистика и структурная антропология не имеют смысла метод деконструкции Де Рида демонстрирует выявление стереотипов опорий в любом тексте которые заведомо сказываются на его смысле Де Рида провозглашает радикальный Де Рида 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 внимательно падежи Де Рида провозглашает радикальный тезис все есть дискурс текст в который изначально вписана любая философская позиция а однозначная интерпретация текста практически невозможно фуко придерживается менее радикальных взглядов он сомневался в существовании истинной интерпретации в социальных и гуманитарных науках то есть считал что социальные и естественные науки имеют фундаментально разную природу в развитии гуманитарного знания и общественной жизни он видел смену дискурсов эпистем содержащих различные стереотипы которые временно овладевают мышлением философия науки в континентальной традиции до середины двадцатого века философия науки в континентальной и в аналитической традициях развивались параллельно например философы обеих традиций считают важным вклад Эдмунда Гусерля философию математики в 1960 годы с развитием постструктурализма континентальная философия науки стала существенно отличаться от аналитической традиции в современной континентальной традиции преобладает представление о релятивизме научного знания многие континентальные философы интерпретируют смену парадигм как смену дискурсов лишь под влиянием моды а не как некий процесс углубляющий познание реальности таким образом в континентальной традиции принято релятивистское толкование знаменитой книги Куна структура научных революций несмотря на то что сам Кун возражал против такой интерпретации ряд континентальных философов например Бруно Латур и Пол Фейерабент считают научные теории социально сконструированными и не имеющими отношения к познанию реальности эта позиция получила название эпистемологический анархизм аналитическая философия в отличие от континентальной философии аналитическая философия определяется не своими течениями и концепциями а своим подходом и методами в более широком смысле аналитическую философию определяют как философскую деятельность осмысленность которой можно обосновать либо строго логически либо посредством обратной связи с окружающим миром например в рамках аналитической философии имеет смысл обсуждать либо лишь те утверждения которые можно теоретически проверить эмпирическим путем либо различные логические следствия таких утверждений аналитическая философия таким образом приближается к научной деятельности в таком широком смысле аналитическая философия включает в себя прагматизм и в некоторых определениях феноменологии Гуссерля в более узком смысле аналитическую философию определяют как совокупность методов для достижения вышеописанной цели выдвинутых в начале двадцатого века Расселом и Муром которые в первую очередь включают в себя совершенствование математической логики и строгий лингвистический анализ так называемую философию обыденного языка критика аналитической философии аналитическую философию критикуют по трём основаниям за излишнее сужение методологии за излишнее сужение предмета и за присущий ей редукционизм в первом случае объектом критики становится сциентизм представление о научном мышлении как идеальном и попытки следовать за ним во втором случае ссылаясь на текущую практику аналитической философии критики обращают внимание на то что в связи с ограниченностью допустимых методов аналитическая философия де-факто лимитирует свое приложение вопросами эпистемологии философии науки философии и некоторыми аспектами этики метафизические вопросы вопросы связанные со смыслом жизни выпадают из анализа в нынешней аналитической философии критика по третьему основанию отмечает что в рамках аналитической философии как и в точных науках все методы сводятся к редукционизму разделению вопросов на более частые и таким образом не остается места для холизма философии целостности прагматизм прагматизм традиция американской философии связанная главным образом с работами Чарльза Пирса Уильяма Джеймса и Джона Дьюи философия прагматизма отрицает осмысленность метафизики и переопределяет истину в какой-то области знания как временный консенсус между людьми которые эту область исследуют философия прагматизма не занимается поиском истин а критически анализирует различные концепции на предмет их пригодности и применимости философские концепции таким образом в рамках прагматизма часто рассматривают рассматриваются как инструменты предназначенные для человеческой деятельности такой подход называется инструментализмом соответственно прагматисты часто занимаются очень прикладными вопросами например Джон Дьюи известен своим вкладом философию образования Совершенствование логики Совершенствование Вплоть до конца 19 века логика оставалась неизменной со времен Аристотеля причем бытовало мнение что усовершенствовать логику невозможно например Кант утверждал что логика Аристотеля совершенна однако в середине 19 века появились исследования Буля и Де Моргана открывающей перспективы в развитии логики и на рубеже 19 и 20 веков независимо друг от друга немецкий математик Готлоб Фреге и английские философы аналитической традиции Бертран Рассел и Альфред Уайтхед опубликовали исследования которые легли в основу намного более совершенных и функциональных логических систем логики предикатов и модальной логики эти результаты позволили значительно усовершенствовать аксиоматизацию математики а также стали отправной точкой для исследований Корта Гёделя которые завершились его доказательством теоремы о неполноте по многим оценкам самого важного результата в области логики со времен Аристотеля теорема Гёделя о неполноте накладывает серьезные ограничения на эпистемологическую систему и научную и философскую успехи в развитии логики предоставили аналитической философии новые инструменты анализа позитивизм идея позитивизма предложение что все общественные науки включая философию будут заменены точными науками науками была сформулирована еще в начале девятнадцатого века Агюстом Контом сугубо логико-математический подход к аналитической философии достиг своего пика во время встреч венского кружка куда входили математики и известные философы включая Карла Попера и ученика Рассела Людвига Витгенштейна в результате своей деятельности кружок сформулировал доктрину неопозитивизма или логического позитивизма по отношению к философии постулируя что любое утверждение философии должно удовлетворять критерию проверяемости такой подход называется верификационизмом однако после долгих бесплодных попыток применить верификационизм к философии течение логического позитивизма ослабло серьезные сомнения в эффективности логического позитивизма продемонстрировал в своих работах Уиллард Куайн отказался от своей прежней позиции и Витгенштейн философия науки в аналитической традиции структуры научных революций Томаса Куна философия науки является одной из самых больших областей исследования в аналитической философии и ярким примером различия в подходах между континентальной и аналитической философией аналитическая философия науки в целом пытается ответить на вопросы почему научный метод работает как именно он работает в то время как континентальная философия науки объясняет что на самом деле научный метод не работает среди самых известных философов аналитической традиции Томас Кун который ввел в обращение термины научная революция парадигма и смена парадигм Карл Поппер который явно сформулировал критерий фальсифицируемости научных теорий и Уилард Куайн известный своим вкладом в развитие математической логики и более строгой формулировкой принципов эмпиризма Карл Поппер также применял критерии фальсифицируемости фальсифицируемости к общественным системам например в своей известной книге открытое общество и его враги многие вопросы в философии науки остаются открытыми и в настоящее время широко обсуждаются в специальной литературе философия языка и философия сознания в рамках первоначальной концептуализации аналитической философии многие философы в первой половине двадцатого века уделили большое внимание философии языка и Фреге и Рассела в процессе разработки математической логики занимали вопросы взаимосвязи между смыслом и языковым выражением были предприняты попытки редуцировать язык к наипростейшим частицам смысла и привязать их к разработанному логическому аппарату большой вклад в развитие философии языка внесли Джон Сёрл Альфред Тарски и Дональд Дэвидсон однако превратить лингвистику в точную науку не удалось вместо этого были обнаружены основания для скептицизма по поводу осмысленности применения редукции к языкам вообще хотя исследования в области философии языка продолжаются со второй половины двадцатого века фокус в аналитической традиции сместился в сторону философии сознания философия сознания главным образом пытается понять саму природу сознания и многие нефилософы включая биологов психологов специалистов в области искусственного интеллекта работают в этом же направлении каждый в рамках своей парадигмы с философской точки зрения главный вопрос касающийся сознания связан с оправданностью принципа дуализма сформулированного декартом большинство людей на земле верят в этот принцип существование материального тела и одновременную нематериальность либо всего человеческого сознания либо его части например души в то в то же время многие исследователи придерживаются теории тождества полагая что каждому психическому состоянию соответствует какое-то физическое состояние человеческого мозга среди философов известных своим вкладом философию сознания Хиллари Патнем Роджер Пенроуз Дэниел Дэнетт и другие Космизм Трансгуманизм Книга Циолковского с изложением принципов космизма Космизм возникший в конце 19 начале 20 веков обсуждает дальнейшее развитие человечества в контексте освобождения разума от биологических ограничений то есть обретения бессмертия и в контексте освобождения человека от вынужденного присутствия на земле расселения в космосе с философской точки зрения оба контекста увязываются с обобщением теории эволюции в первом случае человек метаэволюционирует самостоятельно модифицирует себя превращая в более совершенный биологический или биотехногенный вид а во втором случае зона действия эволюции дополняется новым еще не связанным с земной эволюцией пространством космосом в обоих случаях подразумевается переход эволюции в новую управляемую человеком фазу первым сформулировал принципы космизма американский философ Джон Фиске однако наибольшее развитие космизм сперва получил в России космизм в России в первую очередь связан с именами Вернадского Циолковского Владимира Ивановича Вернадского Константина Эдуардовича Циолковского Федорова Федорова Николая Федоровича Чижевского Александра Леонидова Леонидовича и других Со второй половины двадцатого века космизм в мире обычно обсуждается под именем трансгуманизма Трансгуманизм ставит те же задачи что и космизм Однако наибольший акцент делает на трансформации самого человека В контексте новых технологий связанных с развитием биологических наук и искусственного интеллекта современное обсуждение трансгуманизма становится насущнее Космизм и трансгуманизм подразумевают пользу научно-технического прогресса и эсциентизм ожидают триумфа науки над самым главным препятствием человека его смертностью Философия космизма и трансгуманизма продолжает формироваться взгляды на идеологию космизма в континентальной Европе неоднозначны трансгуманизм критикуется в связи с непредсказуемыми социальными последствиями его конечный продукт связывается со сверхчеловеком Ницше срединная позиция декларирует трансгуманизм потенциально очень опасным процессом однако наилучшим из возможных и вероятно неизбежным философия в России знаменитые философские романы Герцена «Кто виноват» и Чернышевского «Что делать» которые сформулировали основные общественные вопросы России рекламные проспекты лекций Кропоткина Англия 1900 и чтений трудов Бакунина США 1975 Под русской философией может подразумеваться как особенная национальная философия развивающаяся в пределах русской культуры так и совокупность деятельности различных философов проживавших на территории России а в историческом контексте на территории всей Российской империи и СССР здесь вопрос рассматривается во втором наиболее широком понимании собственно философская деятельность начинается в России середины восемнадцатого века до реформ Петра Российское государство было отделено как от наследия античной философии так и от наследия мировозападной философии весь период русской истории до середины восемнадцатого века иногда называют прологом к русской философии в восемнадцатом веке начиная с Киева-Могилянской академии в Россию проникает наследие мировой философии и среди выпускников академии первые российские философы феофон прокопович и Григорий сковорода 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 да так ударение быстро развиваясь к девятнадцатому веку философия в России расцветает и формирует самостоятельные философские течения середина девятнадцатого века считается золотым веком русской философии а конец девятнадцатого начала двадцатого века серебряным веком русской философии первой характерной особенностью философии в России является относительно позднее ее становление которое произошло уже не относительно античной философии как в Европе а по отношению к западной философии философия проникает в Россию параллельно с идеями секуляризации характерными для философии нового времени и быстро порождает разделение русских философов на два лагеря западников разделяющих эти идеи и славянофилов которые призывают придерживаться самобытных русских в первую очередь православных традиций это разделение было характерно для всего 19 века причем государство принимало участие в этом противостоянии цензурируя крамольные мысли и ссылая неугодных философов в Сибирь к западникам например относились Петр Яковлевич Чадаев Бакунин Михаил Александрович Герцен Александр Иванович Чернышевский Николай Гаврилович Белинский Виссарион Григорьевич Станкевич Николай Владимирович Грановский Тимофей Николаевич Огарёв Николай Платонович Боткин Василий Петрович Корж Евгений Фёдорович А к славянофилам Хомяков Алексей Степанович Кириевский Иван Васильевич Соловьёв Владимир Сергеевич Аксаков Константин Сергеевич Самаин Юрий Фёдорович Второй характерной особенностью философии в России является её антропоцентричность В творчестве философов России тема человека его судьбы и свободы его смысл жизни Вопросы свободы человека имели особую актуальность в условиях российского самодержавия восемнадцатого девятнадцатого веков Поэтому в российской философии этика политическая философия философия истории философия религии значительно преобладают над исследованиями в области метафизики эпистемологии и других В этом смысле философия в России как реалистичная так и утопическая всегда прагматична и часто увязана с намерениями изменить мир отсюда и не случайно преобладание в российском философском дискурсе теорий близких к социальной практике таких как например марксизм или анархизм к концу девятнадцатого начала двадцатого века философы России делают заметный во всем мире вклад в различные философские течения в первую очередь это относится к анархизму Бакунин Кропоткин Михаил Александрович Бакунин Петр Алексеевич Кропоткин марксизму Плеханов Георгий Валентинович и к космизму Вернацкий Владимир Иванович Циолковский Константин Эдуардович Николай Федоров В тридцатые годы двадцатого века с догматизации научного коммунизма развитие философии в России в СССР прекращается а многие философы были убиты или заключены в тюремные лагеря хотя хрущевская оттепель принесла некоторое ослабление цензуры и дала возможность состояться таким философам как Мамардашвили Константинович и Ильенкову Вальду Васильевичу нормальное развитие философии в России не возобновляется до распада СССР в настоящее время преподавание философии в России или публикация различных философских взглядов государством не ограничивается в смысле официально не ограничивается философия философия и общество в обыденной жизни отношение к философам и к философии не всегда позитивно а понимание предмета философии содержит множество ложных представлений например слово философствовать в русском языке имеет выраженный негативный оттенок мудренно и беспочвенно рассуждать вместе с этим влияние философии на общество трудно переоценить с одной стороны изучение философии оказывает благоприятное влияние на человека способствует формированию ориентации на истину и доброту на истину и доброту знание философии спасает человека от узких рамок обыденного мышления помогает найти общий язык с другими людьми по некоторым показателям изучение философии развивает мышление лучше всех остальных предметов например исследование известного английского журнала The Economist показало что студенты бакалавры оканчивающие именно философские факультеты медицинских школ школ права и бизнес-школ с другой стороны философия оказывает большое влияние на человеческие общества например философские концепции Конфуция и Лао Цзи на тысячелетия предопределили развитие Китая войны и революции начинаются не с оружия а с философии например распространение философии марксизма привело к революции в России в 1917 году философия французского просвещения привела к Великой французской революции и на этой же философии были основаны Соединенные Штаты Америки в честь философии был назван астероид 227 философия открыты 12 августа 1882 года французскими астрономами Полем и Проспером Анри Комментарии в заключении ко всей этой огромной статье существует несколько совершенно различных причин почему философию иногда называют наукой во-первых некоторые философы самостоятельно называли свои философские теории наукой тем самым подчеркивая их точность или важность например Гусерль так называл свою феноменологию тем не менее в ретроспективе ее статус как науки не получил общего признания во-вторых могут быть политические причины для придания наиболее выгодному философскому течению более высокого статуса обоснованной науки в-третьих в некоторых направлениях философии в особенности в аналитической философии например в рамках логического позитивизма существует мнение что философия должна со временем развиться в точную науку наконец в-четвертых определенные части философии например логика обладают всеми признаками науки науки второй комментарий например в древнеиндийской философии такой трехчленный силогизм выделен не был третий аристотель читал лекции своим ученикам прогуливаясь вместе с ними на улице слово перипатетики происходит от древнегреческого прогуливаться согласно одному из мнений индийским вариантом слово философия является термин даршана санскритского виденья оксфорд согласно альтернативному мнению по этому поводу таким термином является анвикшики исследование этот пассаж Рассела отсутствует большинстве русских переводов его книги так как был изъят еще советской цензурой смотрите оригинальный текст Bertrand Russell The History of Western Philosophy Маркс однако возражал против силового захвата власти как это произошло в России он полагал что революция произойдет естественным путем интересно как это в ответ на различные релятивистские интерпретации его книги которые обсуждались и критиковались в 1960 годы Кун добавил постскриптум ко второму изданию своей книги в котором явно открестился от приписываемого ему релятивизма и назвал себя сторонником научно-технического прогресса но тем не менее наукой не являющейся например в связи с тем что постоянно занимает метапозицию по отношению к себе кроме этого лишь течением логического позитивизма в рамках аналитической философии предлагала использовать исключительно научный метод философии но вот и все ребятки мы прочитали все про философию все про философию начиная с ее возникновения и до конца да ну типа короче желаем вам счастья в новом году всего хорошего счастья здоровья любви совершенствуйтесь совершенствуйте свои силы суперспособности и все прочее живите мирно дружно и всего вам хорошего добра уважаемого уважения везде ну и все пока пока